Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о послании апостола Павла Кремлина и обратимся к седьмой главе. Текст седьмой главы является самым непосредственным продолжением того, что было помещено при разделении на главы в шестую главу. И, конечно, пытаться понять его необходимо с учетом того, что Павел говорил в шестой главе. В шестой главе его главная картина, главный образ, который он пытался описать своему читателю, заключался в том, что мы крестились в смерть Христа, погрузились таким образом во Христа и в его смерть для того, чтобы надеяться вместе с ним воскреснуть. И это, говорил Павел, меняет наши отношения с Богом и с праведностью, потому что, умирая для греха, погружаясь в смерть Христову, мы перестаем быть рабами греха. Мы для него умерли, и его для нас нет. Нет, просто потому что, все, мы умерли, и нас невозможно этим грехом никак привлечь. Но мы приобретаем дар праведности Божьей, дар праведности Христовой и дела святые. Дела святые. Так примерно выражается апостол Павел. Здесь, в конце шестой главы, здесь, в седьмой, он продолжает рассуждать на эту тему и возвращается к своей, ну, может быть, сверхидее одной из, если не единственной сверхидее в этом послании. А что же закон? Причем же здесь закон? И он говорит, ну, хорошо, вот мы соединяемся со Христом в глубине, в полноте своей личности. Умерли для греха, воскресаем со Христом. Причем здесь закон? А он говорит, разве вы не знаете, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Он обращается здесь, говорю, знающим закон. То есть, в первую очередь, по-видимому, его аудиторией, по крайней мере, в этой части его разговора, являются иудеи в римской христианской общине. Те, которые обучены и выращены, воспитаны в законе. И те, кто, возможно, считают необходимым этот иудейский закон совершать. Он говорит, закон имеет власть над человеком, пока он жив. И тут в качестве такого примера, который, конечно, может прийти в голову только человеку, получившему блестящее фарисейское образование, каким и был раби Саулы Старса. Вот он говорит, вот, посмотрите, жена, муж, закон, брак, она ему обязана. Когда муж умер, значит, вот, все освобождается от закона, свободно от закона. То есть, он говорит о том, что закон – это способ ограничить, да, или направить поступки человека, но до тех пор, пока человек жив, если человек умер, уже о каких поступках и о их регулировании может идти речь? Никаким образом. Умерший уже не подвластен закону, говорит апостол. Ну вот, так и вы, говорит братья, так и вы, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему, да приносим плод Богу. Опять, снова уже Павел четвертый, наверное, раз пытается сформулировать одну и ту же мысль несколько по-другому. Он говорит, мы умерли для закона телом Христовым. И, конечно, хочется его спросить, а что, собственно, он имеет в виду? Потому что, что на этой почве имеют в виду позднейшие христиане, читавшие апостола Павла, но не имевшие возможности поговорить с ним вживую, это другой разговор, что имеет в виду Павел, когда он говорит, мы умерли для закона телом Христовым. Обратите внимание, что на самом деле по времени написания этого послания не предполагается, скажем, развитого учения о присуществлении. Оно еще только-только намечается, и его развитие и формулирование христианами, постижение христианами того, что есть тайное вечерие тела Христова, еще впереди. Представление о теле Христовом, которое есть церковь, принадлежащее Павлу, тоже, в общем, только-только намечается, и в основном его развитие еще впереди. И вряд ли Павел имеет в виду это. Таким образом, умерли для закона телом Христовым, для него, скорее всего, означает именно наше соединение со Христом в завете с ним, в крещении. Вот теперь из другой картины или из другой формулировки следующий образ, способ выражаться у Павла. Он говорит, мы умерли для закона, чтобы принадлежать другому, чтобы принадлежать не закону, а Богу. Значит, когда мы, некоторым образом, становимся телом Христовым или соединяемся с телом Христовым, когда мы во Христе умираем для греха, мы умерли для закона, чтобы принадлежать другому. Кому ты раб, тому ты и служишь, говорил Павел в предыдущей главе. И здесь тоже он будет говорить об этом же. Мы принадлежим воскресшему, чтобы приносить плод Богу. Но помимо того, как строится этот образ крестьянина перед Богом в голове апостола Павла, чрезвычайно важные на самом деле слова в этом четвертом стихе. Он говорит о цели нашей жизни, о цели заключения завета, о том, зачем мы стали христианами, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых. Это совершенно поразительно. И знаете ли, по-разному там люди отвечают на вопрос о том, зачем ты стал христианином или хочешь им стать. Иногда какие-то там корыстные мотивы, чтобы получить здоровье, или такие же корыстные, но более изощренные, чтобы избежать адских мук и так далее. Ну, по-разному можно отвечать на этот вопрос. Павел предлагает вот такой ответ. Мы вступаем в завет со Христом, соединяемся с его телом, чтобы принадлежать воскресшему, чтобы уже сейчас, уже сейчас мы приносили плод Богу. Следовательно, не когда-нибудь потом, после смерти и каких-нибудь посмертных приключений, а уже сейчас принадлежать воскресшему и приносить плод Богу. Это на самом деле фундаментальная установка, потому что если ты ее избегаешь, если центр тяжести, сокровище ваше, как говорит Господь, у тебя окажется где-то там потом в посмертии, в виде каких-то бонусов и плюшек, то, в общем, это путь, который не ведет за Христом. Павел очень точно угадывает, ну, не угадывает, наверное, скорее, формулирует по собственному опыту, путь в том, чтобы сейчас принадлежать воскресшему. И вот он снова и снова переформулирует, еще раз объясняет, как бы в пылу полемики, действительно, как в очной дискуссии с некоторой аудиторией. Говорит, мы теперь умершие для закона, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Вот, собственно, к чему на протяжении двух, если не трех глав шел у апостола разговор. Поскольку мы теперь умерли для закона, мы принадлежим воскресшему и соединились с ним в смерти, в его воскресенье соединены, и все, мы освободились от закона. Незакон отменился. Павел не хочет этого говорить. А мы освободились от закона. Нечто другое произошло, качественно другое, чтобы служить Богу в обновлении духа. И дальше еще он пытается с некоторой настойчивостью, удивительной, я бы сказал, настойчивостью, снова и снова объяснить все то же самое, обращая внимание на дополнительные нюансы. Вот в пассаже с 7 по 12 стих апостол снова говорит о том, что грех познается через закон. Если нет закона, то непонятно, что грех, но когда пришла заповедь, то и грех ожил, как он выражается. Грех ожил, а я умер. Таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. И впечатление такое, что в логической цепочке апостол запутался. И, в общем, непонятно, отчего ради весь этот разговор затеян. Скорее всего, это сформулировано в 12 стихе. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». И, в общем, не бросается в глаза, как это вытекает из того, что сказано в предыдущих стихах, в предыдущих фразах апостола Павла. И причем здесь то, что закон свят, и как это относится с тем, что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Может быть, Павел не успевает на бегу своей мысли, не успевает диктовать эту логическую цепочку подряд, может быть, не успевает формулировать, а может быть, вообще не считает это такой сущностно важной темой, и поэтому высказывается об этом в каком-то смысле вскользь. Для него действительно важно, что сам по себе закон свят, и закон – это хорошо, и заповедь святая, и праведная добра. Но и дальше еще он будет говорить, что закон духовен, и снова захочется весьма изумленно спросить его, что он имеет в виду, и что он называет этим словом, потому что на самом деле из контекста новозаветного вообще и послания к римлянам, в частности, совершенно непонятно, что имеет в виду апостол, говоря о законе, что он духовен. Ну вот ему важно сказать, сам по себе закон – вещь хорошая, хорошая. Закон свят, заповедь свята, праведная добра. Но он уже выше сказал, что мы освободились от него, мы не под его властью, мы по-другому теперь живем, соединившись со Христом в его смерти. Но Павел ведь трезвый человек, большой реалист, поэтому он дальше говорит, что это на самом деле так теоретически. Теоретически мы освободились от закона, который хорош, добр, праведен. А по факту на самом деле, говорит апостол, но я делаю не то, чего хочу, а то, чего не хочу. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю то, что хочу, что ненавижу, то делаю. Он говорит, закон сам по себе хорош, а я не понимаю, что я делаю. И на самом деле имеется в виду, что я без закона не в состоянии понять, что я делаю. И делаю, говорит апостол, не то, чего хочу, потому что хочу сделать доброе, а получается все равно злое. Желание добра есть во мне, а чтобы делать оно, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, делаю. Десять раз одно и то же. Одна и та же мысль с разных немножко сторон повторяется, чтобы читатели могли на себя примерить, как действительно вот есть путь благодати Христовой, его смерти и воскресенья, вот есть закон, который тоже хорош. А ты что из себя представляешь? Ты во всем этом где? И читатели понимают, что мы хотели бы идти путем смерти и воскресенья Христовых, но нас даже на путь закона не хватает, потому что мы делаем не то, чего хотим, а то, чего не хотим. Павел говорит о внутренней цельности, о том, что все его предыдущее рассуждение про закон, благодать, умереть со Христом, воскреснуть с ним, все это относится к цельной, целостной, самой себе равной человеческой личности. Не раздробленные внутренне, так как раздробленные и мы, современные люди, и, в общем, люди Павловой эпохи. Вот в первую очередь, что существенно важное. Итак, Павел говорит, я обнаружил, что на самом деле реальный человек, реальный я вовсе не способен в такой логике существовать. Я нахожу закон, или я открыл закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, потому что я, кажется, говорит он, нахожу удовольствие в законе, а даже понимая, что какое хорошо и что такое плохо, идти по пути добра не могу. И вот в этой совершенной безнадеге апостол заканчивает седьмую главу сначала с таким громким сетованием. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Как было бы хорошо, если бы действительно ты выбрал Христа, умер для греха, воскрес с ним и живешь рабом Божьим на дела святые и принадлежишь воскресшему. Да, а на самом деле ты даже понимаешь, что хорошо, ты даже понимаешь, что правильно было бы идти по этому пути за Христом, а не можешь, не можешь, не здесь так, не в одном, так в другом. Вот, и это действительно такой вопль безнадежности. Но Павел, когда говорит, кто избавит меня от всего тела смерти, он знает ответ и говорит дальше в 25 стихе, «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». Для Павла важно, что, как он тремя уже главами раньше говорил, Бог явил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он говорил о том, что Бог свою любовь доказывает к нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, говорит апостол, благодарю Бога, что Христос пришел за нами, чтобы действительно мы сейчас уже принадлежали воскресшему, сейчас ничего не дожидаясь и несмотря на всю немощь и фрагментированность, так сказать, человеческой личности. Вот за это Павел благодарит Бога, за то, что из этой неспособности жить и поступать в соответствии со своими взглядами, в соответствии со своими предпочтениями, желаниями, тем, на что направлено сердце, вот с этой неспособностью Бог справляется, принимая нас в завет во Христе Иисусе Господе нашим.